Вы знаете, как-то классификация людей на хороших и плохих. Но милиционер, как его, мусор, так и зовут. Стоит ящик для мусора, и надо замериться мусор, между милиционер. Вот так по большому счету в моей жизни практически не было таких вот. Ну там АМОЛь тут безобразничали. И вот дорогой мы, когда встречались, можно было говорить. А в КГБ и говорить не надо, там собрались люди такие, там вроде озверилые все. А у меня почему-то, я же не выбирал их. И вот Никулин Юрий Михайлович, подполковник. Сарсу ему не интересная, могу сказать. Вот с моей матерью разговаривал. В 80-е годы, когда меня арестовали, говорит, вашего сына, я привезу домой. И как ему непросто было все это, там прокуратура носили, компакты. А он так и сделал. Надежда Васильевна с ними, наверное, приехала. Ну и он зашел, одетый, так говорил, щит и меч, в реагдинах своих. Говорит, я вот добился прокуратуре, дело прекратили. Я вашей матерью обещался, что вас привезу домой. А я как знал, уже заранее написал, от освобождения отказываюсь. Мне надо на суд выйти, сказать о Христе. Не надо. Ну кому тут говорить, мразь одна. А там за окном, там хоть мешками своего златоуста распространяйте. Ну и я заявление дал, он взял, порвал, бросил. Я вышел, Надежда Васильевна тут, мы встанем на колени, прям, на Христе, поблагодарили Бога. И он привез меня домой. А когда 86-го арестовали, он на пенсии был. И он пришел и говорит, кого вы арестовали, что вы делаете? А мне говорит, дураков у нас у вас хватает. Вот Господь как делает. Он, может быть, один такой был, не знаю. Ну какая-то, как гомофилия, что-то у него открылось, заболезненно. И расположен был. Вот однажды меня беденко Александр Семенович, из этого роста такой, майор. И после меня, когда они все это раскрутили, я его призываю в Москву, он стал генерал-майором в охране Лирсена. На мне такие звезды получили, не выскажите. И вот на первом этаже кабинет он вызвал. А у меня сумка зеленая такая, она здесь есть. Так. Игра, тихо, значит. А мама моя сидит. А вы дайте матери сумку, господи? Зачем? Я с сумкой все время хожу. Ну отдайте. Потом она говорит, ну у вас же там запись идет. А я говорю, у вас под столом жучков сколько там наставлено? Тоже послушаю где-то. Ну отдайте. Я тогда открываю, у меня лежит там одно решение 20-го съезда партии, где говорится, что меньшинное поколение советских людей будет жить при коммунизме. Уже 20 лет при коммунизме живем. Это при Хрущево. Понимаете, как от событий складываются такие. И вот он у меня был, кажется, книги брал. Вот освободился. И он там своим какие добрые слова говорил, мне стало все известно. Вот сотрудник КГБ, казалось бы, вообще разговаривать нечем. Нет. У меня судья, который был, приезжал тоже, книги брал, покупал. Следователь обратился к крещению, трехкратное погружение было. Вот как Бог делает. Я когда освободился, меня на работе восстановили. И вот в этот день, вечером, явился следователь. А у меня все было приготовлено. Я сижу, не трогая ничего, ногой там нажал, у меня кнопка, она включает, идет и запись. И запись была тайная. Вот это Речкунова отец, который по магнитофонам понимал, это Леонид Ильич. Вот все это знал и сделал, как разговаривали с человеком. А тогда как магнитофон, провод проходит здесь, микрофон в руками. А сделал маленький через город. И они когда-то в одного арестовали по этой статье 191 Букараса ФСР, и там вопрос. Задают, а Баллапкин вас учил тайные записи? То есть они тайные, что мы... А потом мы разбирали. И вот тут город есть Колунда. Там все уже сделано. Церковь открыть надо. Привязываются. Капель не такой. Не такой, это маленькие рубчики, там пыль. Они только убрали. А долбить надо было уже на стене. А не опять. И тогда настоятель говорит, вы конкретно скажите, что мы должны делать. Ну, уже цену какую уложили, это второй храм можно строить. А Баллапкин из церкви отлучите, откройте. То есть на мне играли. Ставили выкуп. Ну, никто этого не сделал. Но когда они тайно это решали, в краевой администрации, там еще один был из Москвы, по делам в церкви решали. И что они тайно вот это говорили, а мы знали. А у него когда передача идет, ну, на 300 метров можно было в машине записывать, что они говорят. Учил ли тайной записи. В то время, ну, сейчас еще там у тебя кнопочки там, а тогда не было этого. Один микрофон только. И с какой целью? Мы все знали. Знали, что они готовятся. Вот мы пошли. А у полномочий Сетишек Александр Петрович был. Войну прошел. А теперь он по делам религии. И все такое, все знает. И мама за меня молилась Богу. Я вернулся. Наши пришли в краевую администрацию. Ну, и спрашивают. Мы в дом инвалидов ходим. И договорились, что мы. И священник пришел, причастил. Они какие-то препоны делают. Какие препоны? Он говорит, а мы нет. Так, а вы ищи будете, а вот в конце. А Надежда Васильевна говорит, я Латкина. Он как соскочил, вокруг стола забегал. И они ни под какими нам нас не допустили больше. То есть, они лютовали. Вот так вот, я в Колунде уже, я приехал. Готовится женщина одна принимать крещение. А священник пошел в алтарь, там взять вера. То другое. А я в это время сразу раз подсунулся. Я к нему в гости приехал, к священнику. Первый раз. Я говорю, а вы в Бога верите? А зачем я коммунист? А как же крещенник принимаете? Да у меня на работе АБХС. Знаете, что АБХС. Проверка серьезная. А когда продавчиста сама соскочила. Вы о чем с ней разговариваете? О Боге. Я у нее восприемлюсь. Так она в Бога не верит. Как не верит? Она верит. То есть, кого крестят? Зачем? То есть, вот сколько касался. Мы иногда смотрели, 10 человек пришли из крестилки. 10 человек опросили. Никто не знает для чего. Зачем? Да сына в армию берут. Там дедовщина такая, мертвая, гонят оттуда. А в другое. У нас проверка какая-то там, чтобы облегчить положение. Люди, которые в церковь приходят, вот этот Петр Мещеринов Игумен, сегодняшний он живой. Он говорит, 85% это пустота у нас. Никто не понимает, что считают, что они там барабанят. Я первый раз, когда обратился к Богу, заехал в семинарию в академию. У меня на сегодняшнюю. Со студентами мы разговариваем, присели там, где академия, это Сергеев Посад, Заворск. Ничего не знают. Как? О, это как надо считать? Господи помилуй, у нас один считает 40 раз за один придых. Он вот так вот. И 40 раз сказал. Ну а кому это нужно, когда ты ни о Господе, ни о прощении не думал? Это у меня для Слова Божия нет. Уз, я думаю, и взять. Для Слова Божия нет Уз. Там это все описано. Семинарное. И я был в Венспорт, в православных храмах. Я пришел купить Новый Завет, думаю, батюшки там есть. А мне говорят, Библия была, но он ее пропил. Батюшка. А урков какие-то женщины. И то есть вот этот, кто настолько сильно отсталкивает от православия, что они этого не делают. Не делают. Они почему? А выгодят ощущение через слово, которое проповедовали вам. Пробует, решает все. Вот, я на работе работал тогда там, это попутно сказать. Батюшка, мы как-то идем. Я вижу, валяется человек. А уже мороз такой ударил. Да и пьяный тут. Я подошел к правде пьяный. Я его поднял, молодой, здоровый был. И почти волоком к зданию несу. А он глаза-то открыл. И давай меня пьянать по ногам. Я тогда ходил в этих ботинках-то. Да больно там. Баптист такой-то. Я его спасаю, он меня лупит. Но ему кто-то сказал. Он наутро пришел, меня нашел на работе, упал и просил прощения. То есть одна фаза была. Вот эта вот вторая. А обратился он? Не знаю. Поэтому главное сесть в доброе семя всегда. Пожжешь, что посеял тогда. День жадный придет, не заметит. Пожжешь, что посеял тогда. Аминь. Аминь. По славу Божию.